33 часа без еды в память о жертвах голодомора. В Украине и по всему миру стартовала акция под названием «Сопричастие». Его участники держат пост с 7 утра сегодня до 16 часов субботы. Таким образом привлекают внимание к геноциду украинского народа. Корреспондентка UATV Анна Романовская продолжит. Денис Степанов – преподаватель одного из столичных университетов. Уже 11 год подряд он участвует в акции «Сопричастие», которая приурочена к почтению памяти жертв голодомора. Суть акции состоит в том, что с 7 утра сегодня до 4 дня в субботу люди, которые принимают участие в этой акции, постятся, молятся и совершают добрые поступки. Деньги, сэкономленные на еде во время поста призывают отдать на благотворительность. Уляна Комар, студентка-третья курсница, уже не впервые постится добровольно. «Три года с тех пор, как мне исполнилось 18. Ведь несовершеннолетним не разрешают участвовать. Пост длится 33 часа. Я давно знаю про эту акцию, но присоединиться к ней раньше у меня не было возможностей». Девушка признается, в 17 лет тоже участвовала, но тогда пост держала только сутки. Желание Уляны воздерживаться от еды, понимают не все. «В первый раз было очень страшно. Я не знала, выдержу ли, смогу ли. Но с каждым разом все намного легче. Самое сложное – это рассказать семье, особенно бабушке, как это ты не будешь есть. Моя мама во время голодомора, когда была молодая, не ела. А теперь и ты из-за него же не ешь. Но они все понимают, поддерживают». Акцию сопричастия проводят с 2003 года. Держат пост не только в Украине, но еще в 12 странах мира. В прошлом году украинская диаспора устроила в бельгийской столице дегустацию блюд, которыми питались украинцы в 32-33 годах. Во время голодомора ели хвойный суп, травяной хлеб, а муку на блины делали из древесной коры. Верховная Рада Украины признала голодомор геноцидом украинского народа в ноябре 2006. С тех пор такое же решение приняли еще в 24 странах мира. Всего во время голодомора в 32-33 годах погибли почти 4 миллиона украинцев. Анна Романовская, Андрей Толеренко, UATV Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова